И когда спрашиваю, почему без рукавов? Ответа никакого нету. Посмотри на наши иконы, погляди там, как они одеты. Божья мать, но не хиджаб. Самый настоящий хиджаб, который мусульман. Вон около часа икона стоит, погляди. Без рукава ни одной нету. Я насчитал 475 изображений в Пашовском соборе. Без рукавов ни одного нету. Ну а кому подражать-то? Святынь нельзя. Вот она ждала, там Ревека, ехала к Исааку, увидела его, а он вышел поразмыслить. Помолиться вышел, поразмыслить, помолиться. Я спросила слова, говорит, а там вот хозяин? И она сразу же это дело покрывала. Лисос закрыло. Лисос закрыло. Что означает это? Это то, что мы видим сейчас у мусульман. Если я говорю, прямо аж сглобятся так, а вы мусульман прославляете. Ну что прославляете? Я знаю, что хорошо, что плохо, а ты не знаешь. Ты услышал это? Когда мы устав написали, что свитер сверх рубашки не носить. На свитер пояс не носится. Ну можно надеть, но не принято. Надо поднять с рубашки. Я собрал все свитера до одного. Два рюкзака на равномерном доме. В дом инвалидов тут уже раздал. А там подарены были, такие редкие. Все до одного. Да я их и почти не носил. И больше ни одного замечания. И не было ни одного замечания. Вот я вижу, когда вам говорю, вы как будто не слышите. А он-то все это видит, понимает. У тебя безрукава и есть? Нет. Нет, ну видишь, что ты уже. Глядя рядом, смотрит где. У тебя безрукава полно. И все. Вспомнишь в 12, когда он говорит, он сразу показал, как он глядит так. Вы маленько приглядывайтесь. И каждый день продвигайтесь вперед. Жарко. А почему не жарко им? Вот они, Павел, Петр. Мы ехали в Пурс, и без рукавов ни одной не встретили. Пурс – большая страна. Ни одного. Ни одной женщины. Но это не просто так. Тем более мы их видели в Хабаровске, там много, везде, где бы ни были. Они такие. Вот я ей вчера и говорю, она пришла. Вечером там была. Стоит вот так вот в грудь. Вот так вот. Ну ошейник вот, это ошейник. Воротник – это ошейник. Вот он здесь. Прямо и вокруг шеи нет. У женщины вот так вот. Потом сразу вот так вот. Чтобы сиськи у нее болтались. И видно было. Фу! Пакость какая. Даже говорить противно. И потом как она. Ну ничего нету больше-то. Все одинаковые. Задницу оговорить и сиськи показать. Больше ничего нету. У мусульманах-то все же это же самое. Но как они выглядят-то? Вот они в горах, где-то у ручья. У меня снимок есть такой взятый, там 13 или 17. Одинаковые фартуки. Ну все одинаковые. Один присели, другие просто стоят, руки. Ручье течет. Картина-то какая. Да у нас собрать это сейчас вот так. Просто собрать. Вчера вот за наярную коленную. Идет тут Глушковская девчонка. Спросил. Нет, не пойдет она. Готовая? Из корзинки взять возьмет. И она хорошо время провела. Нет. Но там в другой обстановке. Ты как-то маленько разберешься и увидишь. Нет. Они не интересны. Им нет. Им не интересно это. Интересно. Вот они пошли, чтобы парень был раздетый. Купайся. То есть она уже вся там. И ходят в храм. Нет. Мать их отбила. Вот его зять у Глушкова ходит. Нет. На занятия ходят. Никто не ходит. Да вы мирские. Вы в пропасть. Абсолютно сто процентов мирские люди. И прикрываетесь чем-то религией какой. А ты еретик. Переходи к нам. Старобрядцы. Нет. Не дав причастия ты и сдохнешь. Да нигде нет такое в Священном Писании, в Святой Библии, что причастия не дадут. Это самодушство той. Она на тебя падает и на меня. На занятия не ходит. И не в таком состоянии. И все это таится. Ягоды нашла нынче. Я говорю, где ты ягода брала? Никак не говорит. Чтобы случайно наши не налетели и не взяли. А мы только узнали. Крещи мы, идите к нам. Тут ягоды есть. Все время. Мы разные на сто процентов. Я говорю он как Саша. Когда мы там дальше эти пломбы ставили. Ограждение. Ребята. Коля маленький. С ведерком там где-то что-то помогает. Кто-то что-то. Тут его правда не было. Он приехал купаться. Купаться на этом пруду, в котором воды не было. Благодаря нашей работе уровень воды поднялся почти на два метра. Или даже больше. Ну хотя под они спросили. Стали снимать издалека. Это уже нельзя. Они сразу смылились в другое место. Это вы потеряете. Я вас на каждом шагу останавливаю. И вы задумайтесь. Почему так? Принес посуду кошачью. Ты ее вымыла? Нет. Она засохшая стоит? Да. А почему не вымыла? Объясни. Она стояла рядом здесь. Почему? Ты внимательно смотри на нее. Гляди. Почему не вымыла? Забыла. А? Забыла. Ну как забыть, когда она стоит на лестнице здесь? Что забыла? Я тебе в руки подал. Забыла. А как можно забыть, когда в руках она у тебя перед глазами стоит? Что забыла? Что ты могла забыть? Веня выходит из храма. Я говорю, ты никуда не уходи. Спускайся по ступенькам в храме. Сейчас я буду объявления тут давать. Он хватился домой. Я тогда зашел. Вызвали. Почему убежал? Забыл. Вот спускаются по ступенькам и тут же собрание сразу. Никуда не уходи. Я побежал, что забыл. И Бог отнимает тогда. Играешь слово в память и Бог отнимает. Ты сделаешься стопроцентным беспамятным. И девчонка ничего не может запомнить. Она не может себе это стихотворение прочитать у них. Она по бумажке только. И посмотри там какая девчонка считает стихи Бородиной проще. Видела? Да. Так она с каким выражением считает? Вы все вместе не прочитайте это. Не заучите. Вы привыкли жить в грязи. Сколько раз подметаете сзади? Я один живу там. Я раз на три в день подметаю в комнате. Один раз в день. Каждую соринку ловлю. Почему? Это в моей власти. В моей. Вы поехали вот вчера. Видели какое. Какая работа проделанная. Ваше участие какое там. Там ты была. Здесь конечно мы не брали. Ты могла. Ну а выбыть то ты могла. Я другой раз уже думаю давайте или не давать. Забыла. А ты из рук не выпускала бы. Она грязная. Пока еще сырое. Сейчас пошла и вымыла где-то. Вымыла. Да не на этом там где стираете. Ты сейчас будешь там ляпать. Все из нее потечет. То есть не приучена у вас грязная в семье вот эта грязь. Непрерывно. В лагере ты была все это разбросанное. Все стали заботиться о вас. Взяли все постирали. Погладили. Положили. Положили тебе надо платок. А вот где-то все. И теперь вот когда разбойники где-то грабят. Они не перебирают. Он вот так опрокидывает все идет. У вас как разбойники ворвались. Утром уже под ногами белье. Топ сейчас там уже все. Ты платок искала. Белья пачка стоит. И по одному все разбросали. Да что это такое? Или не было такого? Не помню. Не помню. Забыла. Не помню. То есть ты уже играешь румом. Бог отнимет совсем. Нину Желнирова спроси. Она плашает. А что это такое? Она это делала. А как так? Так она совсем чистоты не понимает в росте. Ну было такое, что с абсолютно грязными ногами на камыше вылет и в постель не залезла спать? Было. Было. Вот это запомнила. Ноги полностью. Вот как будто бы она только сейчас из грязи вылезла. И с такими ногами на постель. Ты разве не знала, что ноги мыть надо, прежде чем ложиться? Забыла? Ну? Причина такая. Почему не выбыла ноги? Ноги. Твои ноги. Ты там помогала, носила, и поэтому грязная трава тебя задевала. Все грязное. И с такими ногами утром я гляжу встал. Да ты как-то совершенно грязно на постель залезла, на простыни. Почему не помыла? Да потому что в семье это у вас. В семье. Вы этого не понимаете. Белье грязное, чистое, валяется где. Я тебе это говорю не первый раз, а сто первый раз. Изменилось? Нет, не изменилось. То есть вы не тоскуете по чистой жизни. Другое дело, когда человек не может этого сделать. Или он работает, у него рабочий. Работал бульдозерист. И то я ему старался ветошь какую-то отдать. Маленько. Хотя бы. А ты же девчонка. В мирное время. И притом никого у вас нет, кто бы удерживал другого. Удерживал. Кто пальцем проковыривал мешки, компот сухой воровал? Кто сахар проковыривал мешки и сахар таскал? Дробот. Было? Я это не делала. Я спрашиваю, было? Сахаром кормил в прошлом году, по стакану дал. Мешок только ковырял и сахаром там не играют. Я забыл? Я не знаю, потому что я тогда не был внутри. Тебе сахар кружку давал? Нет. Значит, тебя не было. Другие были. Братья твои. Ну, вы сами-то глядите маленько. У нас все в достатке. Ковырял там, где компот лежал сухой таскал? Нет. Тоже пойманы были ваши. Брат там, сестра. Понимаешь как? А говорим об этом. Ну, ничего там нет. Вы таскали, не боялись. Я бояться буду говорить о вас. И голодные? Нет, не голодные. Сахар. Представьте, как его. Я их наказал, как по кружке сахару каждому, чтобы съели. И они сидели и ели. Пока не сидите, есть не будете. И они слопали по кружке сахару. Наказание такое. Ты должна уехать другая. Тебе сейчас только вырваться. Тебе это неприятно. Я тебя знаю. Дома и опять погрузиться в то, что у вас есть. Теперь матери-то дома нету. Она там у шинков где-то отдыхает. А отца сама знаешь состояние. Ты должна каждую минуту здесь ценить. Радоваться. Учиться. И все это все блестело. А я как думал? В неделю уже, может, стоят, накапливаются. Я хочу все скормить, которое у меня накопилось. И все. И снаружи. Смотри. Вымало, что у вас блестело. Нигде еще не было. Нету. Я тебе сказал, завтрак решаешься. Иди сейчас и мой. И думай, что я тебе сказал. Да не думай, как быстрее домой выехать, а как подольше остаться. У тебя какие-то следы останутся. То есть твоя уже жизнь уже не пять лет, евреи говорят, а там уже за десять лет зашло. И однако, вот так, милые мои, за стол садимся. Благостоверность. Госпожа, Господи, Суся Христиан, Боже, помилуй меня. И мы сейчас были на траве. Там достирать, а там проверять. И мой где-то отделя, там на земле и где. И там жир пропитает и нельзя будет выжать. Это ничего не понимаешь. давай